Если вы не знаете, как построить брови на лице, на котором нет волосков, то есть нет бровей, не к чему привязаться, или может быть вы не умеете построить и нарисовать такой эскиз, который заставит вашего клиента захотеть вашу процедуру, потому что он себе очень сильно понравится в отражении зеркала, то это видео для вас. Сегодня я расскажу вам три способа моих любимых, как строить эскиз быстро, симметрично и так, чтобы ваш клиент влюбился в свое отражение. Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Я создатель и владелец сети школ татуажей, сети студии татуажа. Итак, первое, что мы делаем, это фотографируем нашего клиента. Помните, да? Прямо портрет, в три четверти портрет с двух сторон и также точно близко, чтобы макро ваша работа тоже была видна, потому что многим это интересно. У меня есть много видео в инстаграм о том, как правильно фотографировать и также я надеюсь, что к моменту просмотра вот этого видео вы уже посмотрели, а если нет, то посмотрите вот по этой ссылке видео о критериях построения качественных форм, красивых, симметричных. Наши внутренние критерия качества, которые вам очень сильно пригодятся в работе. Вы должны фотографировать вашего клиента еще и с эскизом, с тем, что он пришел к вам. Потому что иногда рисунки, которые делают на своем лице клиенты, бывают настолько нелепые и какие-то смешные, что этот контраст, что было и что стало, он очень будет любопытен всем вашим подписчикам, которые, возможно, захотят тоже так измениться после вашей работы. Поэтому фотографируйте сначала вашего клиента с его эскизом, потом вообще без эскиза, без ничего, то есть чистая кожа и затем уже ваша работа, чтобы было с чем сравнить. Первое, что мы делаем, это находим центральную линию. Как мы ее находим? Она находится, проще всего найти ее, если вот этот треугольник между глаз поделить ровно пополам. Здесь я рисую белым карандашом. Вам наверняка тоже будет удобно рисовать белым карандашом, либо вы можете рисовать обычным карандашом. Просто белым как-то повоздушнее, понежнее смотрится и клиенты меньше пугаются. Вот именно в таком варианте рисования эскиза. Также учтите, что когда вы рисуете вот такую рамочку, как я вам сегодня покажу, вы работаете только внутри нее, не заходя на белый цвет. Это важное условие, потому что иначе вы можете сделать слишком широко и, так сказать, заиграться в процессе. После того, как вы нашли вот эту центральную осевую линию, вы должны заставить вашего клиента помахать бровями всячески, позлиться, поудивляться для того, чтобы найти площадку для рисования бровей. Что такое площадка? Это место, где нет морщинок. Все просто. Затем вы рисуете первую вот эту вот линию, нижнюю тело брови. Начинаете ее вы от вот этой ямки над глазом. У всех европейцев она есть. Это самая как бы глубокая часть глазницы и прямо сразу над ней на освещенной части вы начинаете рисовать. Ни в коем случае не отступайте много, потому что иначе это место будет смотреться лысым. Рисуете просто прямую восходящую линию. Если есть пушковые волоски какие-то, сохранившиеся в изломе где-то, то делайте так, чтобы подъем вашей брови сделать максимально ярко выраженным, потому что мало не бывает. Главное, чтобы вы находились в зоне площадки. Сразу тело брови вы разбиваете на пять равных участков, потому что чаще всего эта классика она идет всем. Хвост это одна, хвост это две пятых и тело брови это три пятых. Примерно такая пропорция. Она подходит практически всем лицам и только украшает. Я не люблю длинное тело, короткий хвост, но об этом вы тоже можете посмотреть на YouTube в моем видео о критериях качества. Все, что вам нужно сделать, это разбить на равные отрезки и путем вот такого вот вы замеряете, то есть вот так вот прикладываете карандаш. Самое важное, чтобы он просто был ровным, то есть вам не нужно его пытаться наклонить и как бы провести по лицу вашего клиента, потому что тогда вы объем замерите, а вам нужно просто визуально на равные отрезки разбить и как бы на ровной поверхности замерить. Поэтому я не люблю, когда используют нитки и считаю это неправильным, потому что изгибы у черепа совершенно разные и вы можете сделать одну бровь абсолютно точно такой же, как вторую, но на лице они будут смотреться несимметричными, потому что у нас обычно одна часть более выпуклая, из-за этого расстояние вашей нитки будет тоже более длинным, а когда вы перенесете ее на более плоскую часть, эта бровь станет больше. Поэтому все нитки, уже давным-давно я запретила рисовать своим студентам, они не помогают, они делают только все хуже в поиске симметрии. А вот разбить бровь визуально на 5 равных отрезков, каждый из них примерно сравнить по как бы длине, перенести слева направо, вот таким методом вы можете пользоваться, потому что замеряем мы их вот таким образом, то есть просто ровно, держа карандаш и вот так вот пальцем отмеряя, сколько частей вошло там в целую бровь, вот там одна часть, одна пять раз вошла, то есть вот так мерят художники и вам так тоже очень поможет. И вы можете вот эти линии вертикальные прям прорисовать для того, чтобы вам было еще проще в рисовании, в сравнивании, вот в этом замере брови, чисто визуально с расстояния примерно в полтора метра. Вы постоянно должны отходить, чтобы восприять лицо вашего клиента как бы целиком, чтобы было понятно толщина брови слева справа одинаковая ли, длина хвоста одинаковая ли, на одном ли уровне находятся хвосты, точки головки, точки излома и вот эти вот все вертикальные метки вам помогут нарисовать вот прям максимально симметрично. Но очень часто бывает клиенту непонятна такая работа и только если вы очень уверенный в себе мастер, вы можете рисовать вот таким образом, потому что если вы, как бы сказать, нарисуете такой эскиз и покажете клиенту, он скорее всего просто не поймет, что там будет. Только на доверии к опытному мастеру строится такой, как бы такая работа. Поэтому этот эскиз, этот вариант рисования эскиза, он будет симметричный, форма будет классическая, все будет красиво, но только клиенту будет не очень понятно, как оно там выглядит. А вот два следующих варианта уже будут как раз таки для клиента, чтобы он понял, увидел, как это выглядит прям вот четко. Второй вариант рисования эскиза, это когда вы собираетесь делать волосковую технику и накидываете бровь прям волосками. Чем хорош такой вариант рисования эскиза? Во-первых, вы еще на этапе рисования поймете, где расположить акценты, какой толщины должна быть максимально бровь, как и где будут расположены волоски, это тоже очень важно, какое у них будет направление. То есть есть схемы европейская, например, когда визуально прям можно создать эффект лифтинга. Если у вас наоборот брови, площадка для бровей расположена слишком высоко, такое тоже бывает, и вам надо брови немножко опустить, а волос нет, вы можете выбрать азиатскую схему и визуально, хоть и брови будут находиться довольно высоко, но акцент расположен снизу, акцент это яркая часть, и вашему клиенту больше понравится такой вариант, потому что еще выше вы не задерете брови, а расположены они будут в правильном месте. И вот таким образом прорисовывая прям каждый волосок, посмотрите, я слегка натягиваю кожу, чтобы у меня она была как барабан, такая вот ровная прямая, тогда проще рисовать на самом деле. Если просто не натягивать и просто придерживать пальцем, тогда получается, что кожа такая более дряблая, на ней остаются более такие некачественные линии. И примерно так же, как и в волосковом методе я буду располагать волоски, видите, я прорисовываю каждую волосинку, создаю акцент в районе излома, где, в принципе, классическое место для его нахождения. Принцип абсолютно такой же построения брови, то есть здесь у меня тоже две пятых в хвосте и три пятых в теле брови. Я, еле дотрагиваясь, рисую в головке, чтобы было понятно, что здесь будет полупрозрачно, чтобы клиент не пугался. Я более плотно прорисовываю волоски в районе излома. Бровь моя абсолютно такая же, как и первая, просто с прямыми линиями, восходящая и расположена в том же самом месте, но вот сейчас вы поймете, насколько по-другому выглядит эскиз. Что еще важно, в волосковом методе я рисую иногда такие эскизы для того, чтобы клиенту было понятно, но если вы собираетесь делать растушевку и нарисуете такой эскиз, то ваш клиент вам просто не даст уже делать растушевку, он захочет именно эту технику. У нас есть онлайн обучение, где вы можете обучиться волосковой технике всем абсолютно схемам, внесению пигмента. Вы можете это делать с куратором, вы можете это делать самостоятельно, разные способы. И также вы можете просто посмотреть вебинары, у меня их тоже три, по волосковой технике, где я рассказываю о разных схемах укладки и показываю, как делать процедуру. В описании к этому видео будет ссылка на наше обучение и на вебинары, которые вы можете приобрести. И поехали дальше. Вторую бровь я рисую такими же точно волосками. Карандаш мой твердый, остро заточенный. Кстати говоря, проще всего рисовать вот такой эскиз на сухой коже, потому что карандаш ложится прям четко так, как нужно. Я постоянно отхожу где-то на метр назад, чтобы убедиться, что брови сидят на месте, что они как бы не вышли за границы вот этой площадки. И чаще всего я ставлю палец в излом, для того чтобы, ну в предполагаемое место излома, для того чтобы бровь приняла восходящее положение, тогда совершенно точно видно становится, что тело у меня идет до излома. Это все волоски я прорисовываю, в общем-то, практически вверх. И начиная от излома, ну вот конкретно в этом случае, волоски мои все идут вниз и направление очень просто угадывается, потому что просто вот когда вы задираете вот в районе излома пальцем кожу, то прям четко получается видно, где тело брови переходит в хвостик и вы уже не ошибетесь и не нарисуете вот это слишком длинное некрасивое тело. Поэтому я рекомендую вам тоже пользоваться этим методом. То есть либо вы можете ставить палец в район головки, второй палец в район излома. Палец, который в районе головки не задирает кожу, а палец в районе излома задирает кожу. И тогда у вас тоже получается восходящая линия прям четко. А затем, когда вы отпускаете руки, бровь становится на место и у вас бровь такая получается плавно восходящая, не задранная, сидящая на месте. Вот. Поэтому практически всегда я ставлю палец в район излома с обоих сторон. Ну, смотря на какой брови рисую. Несмотря на то, что у меня брови классической формы, за счет того, что волоски, которые я рисовала бы, если бы я рисовала волосковую технику в районе головки, в районе излома более легкими, воздушными и редко нарисованными, это место оно смягченным выглядит. То есть это не ярко выраженная классическая бровь. Мягкие такие изгибы получаются за счет того, что волосков много там, но они прорисованы не очень ярко и на большом расстоянии друг от друга находятся. То есть уже ни толщина не испугает вашего клиента, ни яркость, потому что волоски по периметру, они полупрозрачные, как вы видите. Волоски в середине, я их рисую и толще, и плотнее. Визуально даже широкая бровь получается уже не такой пугающей, давящей, и все клиенты после такого эскиза сразу соглашаются и им очень нравится. Но, конечно, такой эскиз занимает побольше времени, зато вам самим будет очень полезно вот таким образом поиграть с лицом клиента, порисовать схемы прямо на лице клиента. И в конце вы тоже можете попросить пошевелить бровями в мимике клиента вашего, чтобы понять на месте ли расположены брови, не заигрались ли вы, не задрали ли вы их слишком высоко. Вот такой метод рисования эскиза, и он прям очень полезен для тех, кто осваивает волосковую технику. Можете даже его использовать, когда у вас попались под руку лысые брови для того, чтобы просто попрактиковаться, посмотреть, как это выглядит. Но берегитесь, клиент захочет волосковую технику после этого. И третий способ рисования эскиза, тот, которым я пользуюсь чаще всего. Это обычное напыление, скажем так, карандашом. Карандаш тот же самый сухой. Начинаю я точно так же от ямки прям сразу на освещенной поверхности и очень легкими штрихами напыляю, 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 прям еле дотрагиваясь. И то вот эта конкретно кожа, она настолько сухая, что даже вот эти легкие мои прикосновения остаются в виде полосочек. Поэтому я потом немножко растушую, чтобы смягчить, чтобы эти полосочки не смущали клиента. Точно так же я ставлю палец в район излома, и все мои штрихи идут вверх. Я захватываю вот эти три-четыре волоска, которые есть у моей клиентки. И вот это прям очень классный способ, когда вы в район излома предполагаемый. Как его найти? Это сразу за зрачком место. То есть, если вот так вот провести вертикаль, сразу за зрачком место вы ставите палец и натягиваете кожу вверх. И все. Кожа, которая идет вверх, это тело брови. Кожа, которая вниз идет, это хвостик брови. Ну и естественно соединение этих точек это излом. А линии, если рисовать простые, прямые, снизу прямая, сверху прямая, то получится у вас, впрочем, в общем-то простая геометрическая фигура прямоугольник. Сложного тут ничего нет. Видите, остаются полосочки на коже. Я их смягчаю и подтираю какие-то мелкие места, где я выскочила за как бы периметр, за вот эту ровную линию. Если я нарисую эскиз просто равномерно плоским, то моему клиенту тоже может показаться он тяжелым и давящим. Поэтому я всегда рисую эскиз с градиентом. То есть я усиливаю его немножко в середине, чтобы было понятно, что вот здесь вот будет поярче, края будут помягче. И как только, вот смотрите, сейчас бровь плоская у меня, как только я прорисую, затемню серединку в изломе в районе середины тела брови, в районе излома, сразу бровь перестанет быть плоской и пугающей. И она станет такой более объемной. И за счет этого более тонкой даже будет выглядеть, хотя толщина не изменилась. Видите, вот я делаю растяжку сейчас на брови. Головку я рисую прям легко-легко полупрозрачно, чтобы в принципе у клиента даже не возникало вопросов, а какой она будет формы. Потому что я люблю обычную простую классическую форму. Если я нарисую головку жесткой, яркой, с яркими границами, то не понравится. И тогда будет куча вопросов, начнутся пожелания, круглая, некруглая, наклоны. Это удлинит рисование эскиза. Поэтому если рисовать вот так, как я показываю, простыми вот этими легкими линиями прямыми. А, и посмотрите, моя бровь начинается точно в том месте, где заканчивается тень вот от этой ямки. То есть, есть темное прям место, потом бледнее, бледнее, бледнее. И там, где начинается освещенная часть, вот это место – это самая нижняя точка тела брови. То есть, можно сказать, головки брови. И от нее мы уже пляшем в построении всех абсолютно остальных точек. А вот таким методом вы можете найти просто по горизонтали, где у нас находятся соседние точки. И ориентируясь на центральную линию, отмерить, либо также вот приложить, либо на глаз отмерить на одинаковом расстоянии, чтобы находились точки в районе головки брови. Ну и точно таким же способом я рисую на соседней брови. Также напыляю, также абсолютно, видите, прямые линии. И, как многие говорят, это никогда не будет выглядеть, как под копирку нарисованные брови, потому что на каждом лице своя толщина, на каждом лице свой подъем, на каждом лице свой изгиб надбровных дуг. И все абсолютно, вот если я даже возьму и брови реально нарисую их на всех под копирку, то они будут на каждом лице выглядеть по-разному за счет разного объема, за счет разного расстояния и так далее. Поэтому можете вообще не париться и рисовать вот такими простыми прямыми линиями тела брови, прямыми линиями хвост брови и только немножко смягчать в районе излома внутреннюю и внешнюю часть уголка, не делать их прям абсолютно вот такими как бы острыми, соединяя. И все. И вашему клиенту эта форма понравится, она будет в любом случае лучше, чем 99 процентов эскизов, которые сами клиенты рисуют. Это моя привычка ставить пальцы вот таким образом, натягивать немножко кожу и в районе излома ее приподнимать. Она помогает мне очень сильно рисовать. И я рекомендую вам всем, конечно же, постоянно улучшать свой глазомер путем рисования симметричных бровей. Как я уже говорила, вот здесь тоже в инстаграм у меня есть этот пост, где куча-куча лиц, на которых можно рисовать постоянно брови. Распечатайте и рисуйте, замеряйте потом линейкой. Сначала рисуйте на глаз, потом замеряйте линейкой. Таким образом к вам придет вот это видение симметрии. То есть это просто постоянная практика. А вам я сегодня показываю как бы сами виды эскизов бровей, которые мне нравится использовать во время работы. То есть все, смотрите, я напылила, сделала более яркой середину, бровь перестала быть тяжелой. Да, даже если бы я нарисовала ее полупрозрачной, но без объема, она бы выглядела тяжелой, и широкой. А как только я усиливаю середину и распушаю внешние границы брови, она перестает быть широкой и тяжелой. И смотрите, в районе хвоста вот сейчас на нем очень хорошо видно, что линии абсолютно прямые сверху и снизу. А когда вы будете смотреть на лицо клиента прямо в конце, когда я закончу рисовать эскиз, вы поймете, что бровь смотрится мягкой, плавно изогнутой, несмотря на то, что линии прямые. Поэтому будет вам счастье, если вы будете рисовать вот такие простые, простые, прямые линии и классические формы у ваших клиентов. В конце я всегда смываю центральную линию, чтобы она меня не смущала. И чтобы она клиента не смущала, когда он будет смотреть на эскиз, одобрять его в зеркале. На самом деле, чтобы вы понимали, все эти три эскиза, они одинаковой формы. Они расположены в одном и том же месте, но заметьте, насколько по-разному они выглядят, насколько по-разному выглядит лицо. Поэтому прежде чем выбрать какой-то из эскизов, какой-то из стилей рисования эскизов, вы должны вашего клиента вначале уточнить, какая яркость его интересует, какая техника его, в общем-то, интересует, чтобы вот прям под него подобрать конкретный вид рисования эскиза. Тогда это упростит вам сильно жизнь, потому что он будет меньше сомневаться. Я надеюсь, что я была вам полезна в этом видео. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, я буду рада на них ответить. Всем спасибо за просмотр, всем пока!